В большом зале чиновники кое-как расселись, элементарно не хватало места. Журналисты, кажется, съехались со всего федерального округа. Борис Дубровский, которому полпредпрезидента дал первое слово, выглядел подавленным и грустным. Он единственный в зале без галстука. Верхние пуговицы его рубашки были расстегнуты. Экс-губернатор вспомнил, что в 2014 году, когда он пришел к власти, состояние региона было удручающим. Особенно, говорит, это относилось к бюджету. Поэтому немало сил было брошено на то, чтобы сделать из дефицита профицит. По его мнению, Алексею Текслеру достаются хорошие условия для старта и нового импульса для развития Челябинской области. Есть доверие президента. Это очень важно. Не менее важно заслужить доверие жителей Челябинской области. Буду этим заниматься каждый день. Несмотря на то, что на должности Текслер всего несколько часов, он уже поставил перед собой первостепенные задачи. Планирует улучшить экологию, решить оставшиеся проблемы в печально известном Магнитогорском доме, а также обновить парк общественного транспорта. Не для кого не секрет, что помимо губернаторской кампании еще предстоит провести кампанию по выборам депутатов города Челябинска. И самое главное, чтобы эта кампания прошла спокойно, предельно, прозрачно, чтобы не выдать новые потрясения. Кроме того, в планах у исполняющего обязанности губернатора знакомство с главами муниципалитетов прямо на местах, а также общение с южноуральцами, чтобы заслужить их доверие и спокойно выходить на выборы, которые состоятся уже этой осенью. Галина Федорченко, Антон Ступко, СТС Челябинск.